Вы все сможете попробовать, если что-то еще будет непонятно, то можно с нами еще лично пообщать. Я представлю вот этих ребят, это создатели КФ Укроп, темненький, это Саша, генеральный директор наш, последователь Никита, он завладелец и в том числе помогает мне по вопросам пиар. Если с кем еще не успела познакомиться, меня зовут Лада, я пиар-менеджер КФ Укроп. И сейчас, наверное, слово ребятам, они расскажут немного о нас. И вообще, хочу сразу предупредить, что для нас вот эта блогерская встреча, это первый раз, это такой эксперимент, поэтому не судите строго и надеемся, что вы будете чувствовать себя свободно. Если какие-то вопросы будут, если будем говорить что-то нудное, неинтересное, спокойно перебивайте, поднимайте руку, просто представляйтесь, то есть свободно задавайте свои вопросы и не стесняйтесь. Да, доброе утро всем еще раз. Я вам маленький экскурс, наверное, сделаю, для тех, кто, наверное, не знает. Мы с Никитой познакомились, аж мы при 11-го году, и тогда решили открывать кафе, когда у него еще не было названия. В итоге это все выросло к тому, что почти через год, в сентябре 12-го, мы открыли свое первое кафе на улице Марата, дом 23, который успешно существует. И там будет все это из вас. Ну и, соответственно, мы изначально, когда открывались, мы планировали, что мы хотим, мы не хотим какой-то разовый проект, мы хотим проект глобальный, который хочется развиваться, делать большим, интересным и укусимым. В связи с этим, после открытия Марата, мы ждали благоприятный момент, который настал где-то в августе, в августе, в апреле 2013-го года, когда мы приняли решение, что мы созрели и идем дальше, и, в общем, созрели, и стали стать интересными для второго кафе. Так же, как и поиск первого, это все было достаточно долго и интересно, на поиск этого замечательного места у нас ушло порядка 4 месяца. Мы очень рады, что эти 4 месяца мы очень хотели, но не выбирали то, что нам не совсем подходит, и дождались вот это славное помещение, которое мы сделали с вами в Таймдом. Я, наверное, немного про форматы расскажу. Что такое укроп сейчас, почему он такой. Для начала хочу немножко все-таки осуществить свою затею. То есть поднимите руки, пожалуйста, кто у нас сегодня первый раз. Здесь или вообще в укропе. Такие. Очень приятно. Добро пожаловать. Соответственно, когда мы задумывали, придумывали укроп, хотелось делать место вегетарианское, исключительно, конечно, вегетарианское, но с одним большим нюансом, которого пока никто не сделал до нас. Я с ней. Это сараидческая кухня, конечно. Это кухня сараидческая, которая на ваших столах представлена. И, насколько я знаю, по крайней мере, мы пока единственные, кто и представляет в таком широком спектре. Почему так вегетарианцы? Ну, потому что я лично и Саша до сих пор были на тот момент вегетарианцами, да, исключительно. И это направление кажется лично мне очень перспективным и приятным. Да, потому что, опять же, на мой взгляд лично, никто его по-хорошему не раскрыл в нашей стране до сих пор. Надеемся, что у нас это получается. Соответственно, открывая укроп на Марата, мы еще плюс туда к тому, что сараидческое меню на выведение, мы соединили два уникальных формата. Ну, нам, опять же, на мой взгляд уникальный. Это бестро и кафе. То есть там есть различный диапазон бестро и, соответственно, кафе, различные блюда и так далее, что позволяет аудитории несколько более обширной наступить, принимать, любить и так далее. Собственно, про форматы, наверное, все.